Аллилуйя! Мы продолжаем. Итак, на самом деле мы видим, что первая церковь развивалась очень динамично. К тому были созданы условия. Конечно, это было, я думаю, сверхъестественно, чтобы заложить основания. Но это было чудесное время. И, конечно, церкви были различные. Были небольшие домашние церкви, мы видим из священного писания, да? На уровне нескольких семей, возможно. Были огромные мега-церкви, как церковь в Ефесе, да? Такая гордость апостола Павла, да? И давайте запишите. Деяние 19.10. Деяние 19.10. Там конкретно этой церкви Ефесской сказано, что Павел там учил до двух лет. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе Христе, как и иудеи, так и эллины. Опять мы видим, Евангелие распространяется. Деяние 19.10.23. Деяние 19.10.23. Деяние 19.10.23. Короче, стал вопрос вообще о закрытии бизнеса. Экономика города была на грани, короче. И это произвело даже целый бунт. Они собрались, там кричали великая Артемида Ефеска и так далее. Все успокоили в конечном итоге. Но вы можете себе представить размах проповеди и размах обращения, что это нанесло урон, допустим, экономике города. Вот этой вот, да, негативной как бы языческой экономике. Это были серьезные вещи. Слава Богу. Хорошо. И мы идем дальше. И, конечно же, в связи с этим нельзя не упомянуть, да, что основанием, скажем так, человеческим основанием, столпами церкви, да, авторитетами церкви, прежде всего были апостолы Иисуса Христа, которых он лично избрал. И Марка 3 глава с 14 по 19 стих. Марка 3 глава с 14 по 19 стих. Они перечислены там, да. Петр Симон, брат его Андрей, Иаков, Иоанн сын из Аведеевы, Филипп, Фома, Варфоломея, Матфея, Иаков Алфеев, Фадей, Симон Зилот, и Иуда Искариот, который предал Иисуса Христа. И потом в Деяниях 1 глава, напишите также, Деяния 1 глава, стихи 13-14, описывается вот это избрание с помощью жребия на место Иуды апостола Матфея. И как бы вопрос был такой, этот человек должен был быть от начала, от крещения Иисуса в Иордании, все время должен был быть с учениками, и поставили двух человек, кидали жребий, и жребий выпал на Матфея. Кроме этого, мы видим в Деяниях апостолов, если вы читаете, еще некоторые люди называются апостолами, Варнава назван апостолом в дальнейшем, Сила с Тимофеем названа апостолами, и так далее. И, конечно же, особый апостол, выделяющийся, наверное, каким-то образом из всех, это был апостол Павел, который написал около половины Нового Завета в своих посланиях. Слава Богу! Хорошо. И между тем, как христианские общины росли повсюду, не только уже в Иерусалиме, мы знаем, в Иудее, Самаре, далее до края земли, конечно же, обращали они на себя внимание, и вызывали порой недовольство язычников и гонения. Первое гонение, мы читаем, было воздвигнуто самими иудеями после смерти Стефана, побиения Стефана камнями. Далее, знаете, одно из жесточайших гонений на христиан было в Риме во время царствования императора Нерона. И это гонение длилось с 62 по 68 год по Рождеству Христову. По Рождеству Христову. И, возможно, вы знаете эту историю, да? По-разному ее трактуют. Кто-то говорит, что, ища вдохновение, сумасшедший Нерон приказал поджечь город Рим, а когда народ восстал, да, и Сенат был возмущен, он взял и эту вину спихнул на христиан. Чем было вызвано серьезное гонение на христиан. В это время, конечно же, извращенный языческий и римский ум выдумывает всевозможные казни, изощренные для христиан. Самой любимой забавой Нерона было делать, как он это называл? Да, да, да. Не парк, а сады, освященные сады, по-моему, так это называлось. Сотни христиан, да, обмазывали смолой и зажигали на шестах, как живые факелы. Больше всего раздражало и римлян, что многие христиане при этом все-таки пели, славили Бога, молились. Ну, наверное, кто-то истинал, не знаю, но тем не менее они проявляли такой героизм. А в дальнейшем очень многие римские императоры, они были инициаторами гонения на христиан. И знаете, на самом деле за этом, такое ощущение, что за этим стоит нечистый дух, ненавидящий вообще Христа, да, его церковь, потому что, ну, нормальный человек не может такого придумать. Были люди, которые просто выдумывали казнь. Было такое, выдумывали металлические горки в виде ножей, человек опускали сверху, пока он доезжал до низу, там надвое был распилен, да. Снимали кожу с живого, кидали в навоз там, и человек от потери крови, от заражения умирал. А на арене цирка, да, на арене... Вообще устраивали целые представления. Сначала львов выпускали, там, или собак голодных, потом быка, еще кого-то, потом гладиаторы выходили, всех добивали. Конечно же, это ужасно. Но порой историки церкви богословы говорят, что кровь мучеников, это была семенем церкви. И на самом деле, знаете, на погибающих в амфитеатрах было несколько приобретших потом Христа, видевших эти страдания. Вначале это было весело, да, извращенному языческому уму. Потом, конечно же, люди вдруг начинали понимать, что у этих простых людей вначале все-таки христиане были из простых сословий. Потом уже, да, более знатные люди стали приходить в христианство. Сначала это были рабы, женщины. В чем их обвиняли? Говорят, да, это бестолковые женщины и рабы, там, свои сказки рассказывают, дети, подростки. И вы знаете, но потом вот эти знатные, обученные, все имеющие вдруг понимали, что у этих людей есть за что умереть, когда у них нет для чего даже жить. Никакого смысла это касалось людей. Что с ними? Это необычные люди. Почему с ними это происходит? И они обращались. Хорошо. И, конечно же, ну, а вот гонение во времена Нейрона можно прочитать в книге Генриха Сенкевича, да, Кама Гридешен. Возможно, вы читали, да, или куда идешь. Слава Богу. Хорошо. И в последние годы жизни императора Нейрона в Иудее воспыхнуло восстание. Оно длилось с 68 по 72 год, да, нашей эры или Рождества Христова. И это восстание описано хорошо иудейским историком Иосифом Флавием. И его книга называется «Иудейская война». Это событие, это восстание он назвал «Иудейской войной». Был такой, в то время был такой римский прокуратор над Иудеей, Гессий Флор, и он притеснял серьезно евреев, и это вызвало, конечно, негодование, это вызвало восстание. Во главе этого восстания стояли зелоты, да, скажем так, евреи, террористы, да, что ли, которые ставили перед собой задачу насильного свержения римского владычества, римской власти и не пренебрегали терроризмом, на самом деле террористическими актами. И вы знаете, я вообще удивляюсь Христу, я недавно говорил, так немножко маленькое отступление сделаю, я недавно говорил в церкви, что, знаете, сегодня мир ищет единство и не может найти. Люди разделяются по политическим каким-то соображениям, да, не могут. Даже родные порой друг с другом не разговаривают, потому что один за коммунистев, да, другой за демократев, там, и не могут найти общий язык. По возрастным категориям, да, отцы-дети конфликт происходит, мужчины-женщины, национализм, расизм, богатые и бедные, разный уровень интеллекта у людей, к разным сословиям принадлежат. Столько всего, что разделяет сегодня людей, а я говорю, что церковь – это место, где все могут быть едины. На самом деле, это, наверное, единственное место сегодня на земле, где все могут без вопросов быть едины. И порой в церковь приходят люди с разными политическими убеждениями. И вначале, когда они узнают, что они за разные партии там голосовали, они так, а потом, ну, все равно же мы там, братья и сестры, давай обнимемся, да, и не подрались. Вы не увидите, наверное, на скамейке, что бабушки сидели и с панкующей молодежью семечки грызли. Не, им неинтересно. А в церкви можно увидеть молодежное служение и служение бабушкам, сидящим вместе, да, и слушающим проповедь, или прославляющим Бога. В церкви нет места расизму, нет места национализму. У нас в церкви сидят и бывшие бомжи, и очень бедные люди, и люди очень богатые. Интеллигенция, и настолько простые люди находят общий язык. Да, я знаю одну церковь, где к Павстаре бывшие милиционеры, а все остальные бывшие криминак. Интересное место. Почему я об этом говорю? Знаете, удивительно, что Христос смог объединить свои домашние ячейки в группе 12, 12 апостолов. Там был бывший сборщик под Адзей Матфей и Зилот. Представьте себе. Наверное, когда они вначале уходили поздно с домашней группы, Матфей говорил, я подожду, пока этот уйдет, выйду позже. А потом вроде бы их даже вместе посылали проповедовать. Представьте себе. Христос может объединять людей. Амин. Слава Иисусу. Это так здорово. Хорошо. Но тем не менее, в основании этого восстания были зилоты. И они убивали римских солдат, офицеров. Но больше они убивали даже евреев, сочувствующих или относящихся лояльно к римскому владычеству и римской власти. Нерон, когда узнал о беспорядках, он взял одного из своих представителей из Сирии, военачальника одного, попросил прийти подавить это восстание. Но ничего не получилось, потому что этот отряд был разбит зилотами также. И тут он просит Нерон еще одного военачальника, Веспасиана, о котором мы потом в дальнейшем будем говорить, как о императоре, прийти из Антиохии и справиться с восстанием в Иудее. Тот приходит. За два года он справляется с восстанием в Иудее. Он полностью его подавляет. Единственное, что он не может подавить, он не может взять Иерусалим. Еще пока. В это время в Риме происходят очень интересные события. Нерон вдруг узнает, что против него сенат, против него народ, против него заговор, и его хотят убить. И тогда он кончает жизнь самоубийством. Он кончает жизнь самоубийством. Реального претендента на престол нет. Беспорядок абсолютный в Риме. Вместо него императором был провозглашен римский представитель в Испании. Его звали Гальба. Но он даже не успел взойти на престол, как был убит. После него одного из близких Нерона, Атон, его назначили императором. Он стал императором, но вдруг резко как-то очень подозрительно умер. Ничего доказать было нельзя, но человек тоже скончался. Тогда войска провозгласили императором как раз Веспасиана, полководца. Он снимает осаду с Иерусалима, прошу прощения, едет в Рим, чтобы утвердить свою власть. И знаете, что происходит в это время? Христиане уходят из Иерусалима, вспоминая пророчество Иисуса Христа, о городе, который будет обложен войсками и так далее. И в Луке 19 глава 43-44 стих есть следующие слова «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал время посещения твоего». И на самом деле во время, знаете, Иудейской войны, в 70-м году это исполнилось. Но на самом деле предупрежденные пророчеством Христа, словами Христа, христиане ушли из города. После этого Веспасиан поручает своему сыну Титу вновь возглавить армию по подавлению восстания в Иудее. Иерусалим окружен снова войсками и он не сдается, но у Тита Тит решил взять его измором, решил взять его голодом. Отрезают всякое коммуникации города с внешней частью и они значит осадили город и ждут. Конечно же приходит время и в городе начинается голод. Люди умирают на улицах, даже случаются случаи людоедства, когда матери съедают своих детей от голода и так далее. И впервые, в первый раз это в 70-м году, 17 июля, если я не ошибаюсь, в 70-м году прекращены ежедневные жертвоприношения в храме, потому что священников не доставало и жертв не было, голод нечего было приносить. Но тем не менее, представьте, был голод, а люди еще приносили жертвы Богу. Слава Богу. Хорошо. И в сентябре 70-го года римляне ворвались в Иерусалим и беспощадно все сокрушали на своем пути. Случались в городе пожары. Город начал гореть. Пожар был такой стихийный, неконтролируемый, охватил большую часть города. И в этом пожаре горит Иерусалимский храм и гибнет. И самое интересное, что как я узнал, что император Тит он даже хотел остановить пожар в храме в Иерусалимском. Конечно, его не интересовала религия иудеев абсолютно. Но, знаете, он как римлянин был эстетом и хотел сохранить памятник культуры. Но, к сожалению, ничего не получилось и на самом деле, как сказал Христос, не осталось камня на камне. И в иудейской войне есть такие данные, что в иудейской войне погибли 1 миллион 354 тысячи евреев. А те многие были казнены, распятия вдоль дорог. Уцелевшие мужчины старше 17-летнего возраста приговорены многие к каторжным работам в египетских рудниках. Юноши были отобраны, их отправляли в цирки, чтобы умершлять там на забаву зрителям. Женщины еврейские, девушки продавались в рабство в богатые римские дома. Даже деревья вокруг Иерусалима были вырублены во время осады. То есть такое, конечно, очень ужасающее зрелище. Когда иудейская война закончилась, знаете, были, скажем так, как сказать, мессианские христиане многие, мессианские евреи, многие из них были привязаны к храму. И когда храм был разрушен, была потеряна эта связь. Они были оторваны от этого. Конечно же, они соблюдали в дальнейшем традиции, но, к сожалению, был уничтожен храм, все. И в это время евреев из иудеи разгоняют, расселяют по всему миру. В 79 году император Веспасиан умирает, а через два года умирает и его сын Тит. В 79 году император Веспасиан умирает, и также умирает его сын Тит. И если раньше у мессианских евреев как бы были вопросы, понятно, с традиционным иудаизмом, с синедрионом, мы знаем, как апостолам запрещали проповедовать об имени Иисуса Христа, но тем не менее мы знаем, что все равно первые христиане, ученики Иисуса, они были в храме, собирались в храме, собирались по домам, но собирались в храме, участвовали в праздниках, в традициях, все это было. И большого разрыва все равно не было, они были частью еврейского общества. Но был такой момент, когда трещина пробежала, когда христиане ушли из Иерусалима, а иудеи фанатичные остались, и они как бы увидели разницу. И некоторые более фанатично настроенные стали считать их предателями и так далее. То есть в этот момент знаете, мессианские евреи, они как между нескольких огней оказались. Рим, значит, действующие фанатики такие, да, да, и они были гонимы и теми и другими, к сожалению. Хорошо, пойдем дальше. После смерти Тита, который после Веспасиана Тит был провозграшен императором, два года правил, тоже умер. После Тита на престол зашел Домициан. Это был младший сын Веспасиана и брат Тита. И Домициан опять возобновил гонение на христиан. За год до своей смерти в 95 году именно Домициан ссылает на остров Патмос апостола Иоанна. В 95 году ссылает на остров Патмос апостола Иоанна. Иоанн был единственным апостолом, который был жив в то время, все остальные умерли, они были убиты, насильственная смерть. Иоанн был жив, а он единственный, кто умер своей смертью. там же на острове Патмос он получает откровение Иисуса Христа, который описывает свои книги откровения, последняя каноническая книга Библии. И за исключением короткого перерыва Домициан жестоко гонит христиан все время. Но в 96 году Домициан также умирает и обрывается так называемая династия Флавиев, правителей Рима. Сенатом был избран другой человек не из этой династии на престол и вызвали нерва и он отдал распоряжение повсеместно прекратить гонение на христиан. Это была такая короткая передышка. Мало того, он даже подписал эдикт, чтобы вернуть сосланных из ссылки и возвратить им отобранное имущество. Было и такое. И благодаря ему в 98 году из ссылки на острово Патмос возвращается апостол Иоанн возвращается в Эфес, живет в Эфесе, поселился в Эфесе. 98 в 96 нерва приходит на престол, дает распоряжение прекратить гонение на христиан, вернуть всех из ссылки, отдать отобранное имущество. В 98 возвращается апостол Иоанн, возвращается в Эфес, пишет Евангелие от Иоанна и в 100 году уходит Господь. Это последний апостол, которого Господь призвал в свое присутствие и им оканчивается апостольский век, так мы условно его называем. Тогда же в 98 году, когда был освобожден апостол Иоанн, умирает нерва. Они вообще-то не всегда долго правили и много быстро умирали. Его приемником становится Троян, который одобрял гонения на христиан. Император Троян одобрял гонения на христиан. У нас в колледже преподают обзор Ветхого и Нового Завета и когда порой не помещается иногда материал в то время, которое отведено и у нас брат один преподает пастырь из Минска и он говорит давайте так напишите табличку царей этот царь был хороший пишите этот плохой хороший плохой так и здесь император хороший плохой Троян был плохой в общем слава богу итак мы говорим о том что апостольский век закончился кого же оставили вместо себя апостолы на самом деле знаете со смертью апостолов в церкви начались первые серьезные непререкаемые авторитетом в принципе для всех и для многих да они писали послания церквям которые вошли в канон может не вошли в канон но тем не менее они были авторитетом когда не стало апостол во время гонений вообще церковь была обезглавлена достаточно что происходит происходит разрыв в церкви потому что нет единого общего руководства да мы сейчас будем говорить потом об апостольских учениках которые взяли это на себя менее апостолы христа это были апостолы также когда была церковь обезглавлена к руководству церкви приходили скажем так недостаточно сформированные люди начался потихонечку отход от учения впадали в заблуждение и вот второй век 3 туда дальше характери характеризуется тем что из христианства стали выходить небольшие группы различных людей чье учение было далеко от истины очень странные вещи они учили очень странные вещи проповедовали были те которые по примеру стоиков считали самоубийство как бы хорошей правильной вещью и считали что это они полагают жизнь за христа были те кто оскопляли себя и ну ссылались также на писание и это естественно это ересь были так называемые адамиты которые говорили что но вот как адам в эдемском саду он он был вне греха и не стыдился своей ноготы вообще ему плохие мысли и в голову не приходили теперь мы во христе в том же состоянии что и адам и они топили печи проводили раздетыми собрания в общем чтобы показать что они теперь вернулись в то состояние когда ну их ничто не может смутить или искушать и так далее ну в общем много таких вот странных групп появлялось хорошо но тем не менее были люди которые были непосредственными учениками апостолов и которые после их смерти после их гибели взяли руководство церкви на себя и мы нескольких из них упомянем апостольские ученики можете так озаглавить апостольские ученики и мы упомянем нескольких это клемент римский клемент римский поликарп не смирный скей клемент римский поликарп смирный скей игнатий и варнава но варна вы знаете в писании читали да игнатий Игнатий и Варнава. И они были непосредственными учениками апостолов. Знали их, общались с ними, служили с ними, проводили время с ними. И, конечно же, были авторитетом и для остальных христиан. Если мы говорим о Клементе, он по происхождению был римлянин. Игнатий и Варнава. Клемент римский, Поликарм Смирнский, Игнатий и Варнава. Это такие основные лица. Клемент римский по происхождению был римлянином. Был обращен непосредственно апостолом Петром. Сотрудничал с ним в деле проповеди. А потом стал одним из учеников апостола Павла. И уже даже путешествовал с ним. И даже когда Павел пишет послание филиппийцам. Филиппийцам 4.3, напишите себе. Он упоминает Клемента. Филиппийцам 4.3. Он пишет следующее. Прошу и тебя, филиппийцам 4.3. И Павел пишет. Прошу и тебя, искренний сотрудник, помогаем подвязавшимся в благовествование вместе со мною. И с Клементом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. И он упоминает Клемента римского там. Хорошо. С 92-го года по Рождеству Христову Клемент стоял во голове римской общины. По сути, он был пастором римской общины. Затем он стал епископом, то есть наблюдателем за рядом церквей. Наблюдал за несколькими церквями. По примеру своего учителя апостола Павла, он достигал церкви посланиями. Известно его послание Коринфянам. И ему причисляются еще несколько посланий. Но неизвестно, если нельзя доказать, что это его послание. Император Троян отправляет его в ссылку, в Херсонес Таврический. В Херсон, да? Херсонес Таврический. И там же он погибает. В 103-м году его казнят. Если мы говорим о Поликарпе в Смирнском, то он родился около 80-го года по Рождеству Христову. Еще, будучи совсем молодым человеком, совсем юношей, он обратился ко Христу через свидетельство или проповедь апостола Иоанна. И последние два года жизни апостола Иоанна, он не отходил от него, он был все время с ним. И перед смертью самой Иоанн поставил Поликарпа Смирнского. Он так и назван Смирнский, потому что он поставил его во главе Смирнской общины. Но Поликарп не ограничивал свою деятельность только Смирной. Тоже он посылал свои послания всем соседним церквям, утверждая их вере. И вообще принято его считать духовным вождем всей Азии того времени. Духовный вождь всей Азии. И казнен он был в 166 году, будучи уже пожилым человеком. Его сожгли заживо. Его сожгли заживо. Ученики прятали его сначала, но в конце концов все-таки его нашли, пришли арестовывать. И он знал, что придут за ним. Господь ему дал видение, под ним горела подушка. И он дал ему понять, к какой смерти он умрет. И когда его допрашивали перед смертью, человек, который вел следствие, скажем так, видя пожилого старца, сказал следующее. Он пожалел его и говорит, слушай, старец, ну скажи при всех, что ты отрекаешься от Христа, а в душе себе верь. Какая разница? Просто перед людьми скажешь, да, да, все, не верь. Тебе жизнь сохранят. И Поликарп Смирский сказал, я не точно процитировал, но примерно следующее сказал. Ты пугаешь меня огнем, который горит мгновение, а тем самым избавляешь меня от огня, который горит вечностью. И также он сказал, что я служу моему Господу уже много лет. И он всегда был верен по отношению ко мне. Неужели я могу допустить неверность? Ну, примерно так вот. И он зашел на костер. На костре он молился, попросил прощения там у всех, какого, может быть, в течение жизни обидел. Молился, славил Господа и очень достойно принял смерть. А предание еще говорит, что когда он горел, голубь вылетел из костра. Но это навряд ли. Хотя, не знаю, я там не был, но как бы не всегда просто преданием доверяю. Хорошо. И еще следующий ученик это Игнатий. Он трудился в основном в Антиохии. Трудился в Антиохии. Его тоже казнили в 107 году. И перед казнью он лично беседовал с императором Трояном, который инициировал эти гонения. И он, набравшись смелости, вдохновенно проповедовал ему Христа. Ну, Троян не обратился, и Игнатия казнили. В 107. И также он пишет ряд посланий. Также пишет ряд посланий известных. И Варнава. О Варнаве, вы знаете, да, написано в Писании. Он еврей был. Сам родом с Кипра. Был левитом. Вы помните, да? Земля у него была. Вот интересно, может, вы знаете, я не знаю. Как бы в Писании говорится, что у левитов не должна быть земля, да? А у него была. Не, но были небольшие такие наделы, которые, в принципе, для бизнеса не подходили. Максимум по плану. Ага, вот это он продал и принес деньги к ногам апостола, да? А то я думал, левит, еще и земля. На Кипре мог иметь. Короче, там оффшорная зона, он там мог иметь землю. Ну, хорошо. И также мы читаем, да, что вместе с апостолом Павлом он совершал путешествие миссионерское. Ну, потом у них вышел разлад. Там, да, они поссорились за молодого человека Марка. Вот. Впоследствии они разошлись. И он продолжал трудиться на острове Кипр, где и был побит потом камнями и также отдал жизнь за Христа. И, конечно, евреи его убили, да. Его убили евреи. Он выступал против, скажем так, ну, как бы оправдания законом. То есть, он с Павлом вместе ходил, и это как бы и сказалось. Он ту же тему проповедовал, за что и был убит. Вот эти четыре основных столпа-то во время таких крупных служителя. Но знаете, что интересно? Конечно же, они были верующими, искренними людьми. И сто процентов мы это понимаем, мы это принимаем. Но и они были людьми. И допускали ошибки в своем служении, в своем учении. Интересно, что именно Игнатий, да, о котором мы говорили, в своих трудах впервые начинает делить, скажем так, духовенство на градации определенные. То есть, если раньше, во времена апостолов, провозглашалась следующая истина. Каждый член тела Христова служитель, священник, правда же? И может священодействовать на всяком месте, где он находится. Молитвой, проповедью, иначе как-то. И сегодня мы стараемся говорить об этом, правда же? Но даже сегодня, даже в евангельских церквях, виден оттенок того, что вот есть пастор, а есть паства. И вот пусть пастырь там, ему если зарплату еще платят, то вообще пусть за всех отдувается. Но и это идет корнями оттуда, мы сейчас об этом поговорим. Но в первой церкви было совсем иначе. Там каждый осознавал себя священником. Амин. И это истина, которая остается и сегодня. И я стараюсь всегда говорить, братья, сестры, вы священники. Да, каждый в свою меру. Да, каждый на своем месте. Но тем не менее, вы священники. Амин. Есть дары определенные данным телу Христову. Но слушайте, это немножко иное. Это немножко другое. Он же, когда стал писать свои послания, он вот эту предоставил, эту трехъярусную систему служителей. Епископат, пресвитериат и деканат. То есть, епископы, пресвитеры, дьяконы. Епископы смотрят над церквями, пресвитеры трудятся в церкви, декана им помогают. И тогда он как бы из лучших побуждений это делал, чтобы устранить беспорядок определенный в церкви и наладить в хорошем смысле административную линию. Но знаете, это повело к тому, что с этого момента начинается разделение церкви на мир и клир. На духовенство и прихожан. И потом как бы выдвигается идея, что вот духовенство это и есть священство, а остальные это не священство. Это так, приход, да, прихожане. Ну, на самом деле это не так. И вот я просто процитирую несколько моментов из его посланий. Допустим, Игнатий пишет в Ефесской церкви и говорит, обратим на то внимание, братья, чтобы мы не противились епископу. Этим мы покажем подчиненность Богу. Из этого ясно, что мы должны смотреть на епископа, как на самого Господа. И я сам пастор, и я понимаю, что в церкви должна быть определенная дисциплина в хорошем смысле. Амин? Божья дисциплина. Дисциплина, исходящая из Святого Писания. И, конечно же, мы учим в хорошем смысле о послушании, о подчинении. И вообще мы учим о подчинении друг другу в любви. Но здесь он заходит немножко дальше. Он впадает в крайность, говоря, что епископ для тебя как сам Бог. Но на самом деле все-таки есть разница, я думаю. Амин? Хорошо. И еще есть момент. Я еще процитирую. Он говорит. Увещевая вас, братья, чтобы вы старались делать все в божеском единодушии. Ибо ваши епископы предстоят на месте Бога. В Филадельфии он пишет. В Филадельфийской церкви. Я взывал, как бы я был между вами. Я говорил громким голосом. Слушайтесь епископов и пресвитеров, и диаконов, некоторые думали, что я говорил, потому что видел раздоры, возникшие среди вас. Но беру Бога в свидетели, ради которого я вузов, что я ничего ни о ком не знал. Но это был дух, говоривший во мне в этом случае. Ничего не делайте без епископа. Храните ваши тела, как храмы Божьи. Любите единение, избегайте распри, и будьте последователем Христа, как он был последователем своего отца. И из его посланий видно, что он был искренний христианин. Правда же? И он болел за Божье дело. И даже он утверждает в одном из посланий, в последнем отрывке, что сам Бог говорит через него сейчас. Но вы знаете, даже и в пророчество от Господа можно добавить свое человеческое, если сильно захотеть. Правда же? И в человеческой ревности можно зайти так далеко, что человеческого напхать больше, чем Божьего. И где-то немножко, конечно, он ушел в крайность, говоря, что что епископ, что Бог. А представьте себе разочарование людей, которые видели в епископе Бога, а епископ человек или служитель человек, и вдруг допустил ошибку. Пусть даже не согрешил где-то там, а допустил ошибку. Разочарование, да, и так далее. А мы понимаем, что, мы знаем, что к средним векам церковь вообще потеряла свое лицо, она охладела. И служителями становились совершенно посторонние люди, не рожденные свыше. Были папы римские, которые ни разу не проводили причастие хлебопреломления и ни разу не посещали церковь. Представьте себе, были такие папы римские, которые только охотились, извините, по девкам гуляли, там в светских каких-то вещах участвовали, в попойках и все. Так что, этот епископ, божий представитель, что ли, и слушаться его безоговорочно? Конечно, нет, не будем когда-то впадать в крайности. Амин. Но тем не менее, понимая, что божьи люди могут совершать ошибки, мы все равно говорим о них, как о божьих людях. Амин. Это, знаете, как я прочитал, по-моему, какой-то хасид сказал следующее, что есть заблуждение, что праведник не может согрешать. И есть еще одно заблуждение, что единожды согрешан, он перестает быть праведником. По-моему, как-то вот так звучит. То есть, все мы люди, да? Мы можем допускать ошибки. И мы видим, что и апостолы допускали ошибки. Иисус хватался за голову, говорил, да коли уже с вами, я еще буду домой, хочу к папе. Но тем не менее, он входил в их положение, исправлял их иногда жестко так, да? Но все-таки после того, как Петр от него три раза отрекся, потом сидел в костранстве, спросил, ну что, любишь меня все-таки? Говорит, люблю. Ну и все, иди, паси мои. Хагнцев, амин. Конечно же, слава Богу, мы не ставим крест на даже тех, кто ошибался, может быть, когда-то. Хорошо. И из этого мы видим, что история христианства, это действительно хорошая школа, где мы можем брать драгоценный опыт для себя сегодня. Аминь. Хорошо. И у нас осталось пять минут. Мы быстренько сейчас еще один такой пласт снимем. После смерти Трояна, императора, который гнал христиан, приходит император Адриан. И во время его царствования по всей империи вспыхивали еврейские восстания. Египет, Кипр, Месопотамия, в других местах, где находились иудеи, евреи, эти восстания вспыхивали. Конечно, все эти восстания были жестоким образом подавлены. Адриан хотел на месте Иерусалима, иудейской столицы, создать такую римскую колонию с языческими храмами. Что повлекло за собой еще одно серьезное восстание, о котором вы знаете наверняка, под руководством Баркхоба. Слышали, да? Который объявил себя Мессией тоже, да? И даже были священники, которые поддерживали его, утверждали, что он Мессия. И это еще был один момент, который произвел еще больший разрыв между иудеями, верующими во Христа, евреями, верующими во Христа, и просто иудеями. Потому что иудеи, верующие во Христа, не могли принять Баркхобу как Мессию. У них уже был Мессия. А в глазах тех они выглядели наоборот не патриотами и предателями. Опять-таки и произошел разрыв. Они, может, и были против того, чтобы строились языческие храмы, но не могли участвовать под знаменем Баркхоба в этом восстании. И вообще как бы в восстании, да? Достаточно мирные были все-таки. Слава Богу. Хорошо. И, конечно же, на них смотрели, как на национальных изменников. Тем не менее, это восстание было подавлено, оно было проиграно. И все увидели в конечном итоге, что Баркхоба... А Джон Уэсли, слышали, да? Методистский проповедник, основатель методизма. Он говорил о монтонизме как о настоящем духовном возрождении. А я думаю, и это, ну, само собой, что там имело место все, что хочешь. Как это бывает в различных пробуждениях. Там есть и зерна, и плевелы, да? И просто это нужно, ну, как бы разделять. Вообще волков боятся в лес не ходить. И монтон на самом деле, он был озабочен, что служения в церкви становятся формальными. Церковь старается подстроиться под языческое правление. Оно в каких-то моментах начинает соглашаться с языческими правителями. И он вел такое вдохновенное богослужение. Короче, он был харизматом того времени, скажем так. Да, ну, да, это так. И у него вообще не пророчествовали. И, конечно, с пророчествами тоже разное было. Были и лжепророчества. Были и нормальные пророчества, были и лжепророчества. Они о скором приходе Мессии, о том, где он воздвигнет Новый Иерусалим. Конечно же, такие пророчества не исполнялись. Но были и вполне нормальные пророчества. Они свидетельствовали открыто о Христе, не боясь гонений. Мало того, они считали, они провоцировали даже. В чем была проблема? Основное расхождение с церковью, почему их отлучили от церкви? Они провоцировали гонения. То есть, могло быть такое. Площадь, какой-то языческий праздник. Значит, стоит жертвенник языческому богу, собирается совершить жертвоприношение. Вдруг выбегают два сумасшедших монтониста, переворачивают этот жертвенник и начинают говорить, покайтесь, веруйте в Иисуса. Их берут и тут же казнят. Церемонию откладывают на следующий день. На следующий день церемонию пытаются повторить. Выбегают два других таких же, как красавца брата, переворачивают этот жертвенник и начинают проповедовать. А для язычников, что монтонисты, что не монтонисты, им все одним миром мазано, и они начинают гонения на всю церковь. Та церковь, которая уже как бы чувствовала себя спокойно, начинает говорить монтану, совесть имей, что ты делаешь, прекращай это дело. А они, нет, за Христа погибнем. И в основном из-за того, что они провоцировали эти гонения, их в конце концов отлучили от церкви. Даже не столько за... Потом их обвинили в лжепророчествах, в лжеучениях, но на самом деле основной частью было вот это вот. И монтон и его члены церкви были исключены из членов в церкви. И просуществовали, если я не ошибаюсь, до VI века, как подпольное движение. Интересно, что из монтонистов был известный церковный богослов Тертулян. Наверное, вы о нем слышали. Он был монтонистом. Он был монтонистом. Тертулян по происхождению был римлянином. Родился в 160 году в Карфагене. У него было юридическое образование. Он был очень хороший юрист своего времени. Принял христианство. Был пресвитером христианской общины. Общины в Карфагене там же. И потом примкнул к движению монтана, к движению монтанизма. И как раз расцвет деятельности Тертуляна произошел во время правления Септимия Севера, о котором мы говорили до этого. У Тертуляна прошу прощения есть множество трудов хороших. Он формировал понимание Троицы для Запада и так далее. Монтонистом он был, потому что видел формальность богослужений того времени, отступничество. И он это порицал. Конечно же, искал другого, искал огня. И поэтому он примкнул к монтонистам. Однозначно, об этом движении сказать нельзя. Но сказать, что оно полностью там какое-то иеретическое тоже будет неправдой. На самом деле там было много достойных людей. Хорошо. В это же время в конце второго века и начале третьего века мы можем отметить еще одного известного человека, христианина. Это ученый Климент Александрийский. Ученый Климент Александрийский. Он тем интересен, что он был ученый. Их пытался примирить науку с религией. Вообще тут примирять даже нечего. Верующие нормально должны относиться к науке? Это наука, конечно же. Потому что сегодня очень часто за науку выдается что угодно, но только не наука. Сегодня в школе как факт преподают теорию эволюции. Даже не задумывая, что самого слова теория обозначает недоказанность фактов. Знаете, научная формулировка звучит так, что ничто не доказанное не может являться научным фактом. Теория эволюции не доказана. Она не может считаться научной. Гипотезой теории научным фактом она являться не может. А тем не менее ее стараются преподавать как действительно научная единственная научная. Вы знаете, есть такое заблуждение, что вот как я помню себя раньше в школе, когда я был неверующим, и говорю, ну это же ученые. И все, авторитет слова ученые. Но я хочу сказать, что ученые эти же люди. Они хотят славы, денег, власти, Нобелевскую премию. Войти в аналог истории. И ради этого многие из них пойдут на что угодно. И вы знаете, я немножко отступил так чуть-чуть, я сейчас вернусь. Просто был случай, по-моему, это было в 19 веке, по-моему, это было в конце, когда один из ученых, один американец сделал следующее. Желая прославиться, он якобы нашел наконец-то вот этот промежуточное звено между обезьяной и человеком. Он взял череп гиббона там какого-то, я уже не помню, и подставил челюсть нижнюю свиньи, потому что резцы зубов у человека и свиньи абсолютно схожи. Самое интересное, что многие органы у человека более схожи со свиней, чем с шимпанзе и другими обезьянами. Это тоже проблема в теории эволюции. Ну ладно. Он подставил эту челюсть, и он всем демонстрировал этот череп гиббона, и все рукоплескали, пока в конце концов не обнаружилось, что это просто афера, а он аферист от научного мира. Это известно до сих пор как ляпсус, в научных кругах это известно, простым людям понятно, в школе это не преподают, к сожалению. А могли бы, правда же, если они умеют признавать ошибки. Но тем не менее, всех доказательств эволюции, вот если такой маленький чемоданчик соберется, и то рассматривать их как доказательства невозможно. Все это ерунда, короче. Наука, она абсолютно может быть библейской. А мы на сегодня есть ученые-креционисты, которые работают на основании Святого Писания. Это здорово. И у них даже больше успехов, чем у некреционистов. Хорошо. И он, Климент Александрийский, он был ученым. И он хотел примирить науку, с религией. Тертулян тут наоборот выступал против науки. Почему-то. Он считал, что это от дьявола все. Нет. Климент Александрийский наоборот хотел применить. Одна проблема была у Климента Александрийского. Он писал труды, хорошие труды, но он любил толковать Библию всегда аллегорически. И ушел в крайность в это. То есть он во всем видел аллегорию. Где ясно написано и все понятно, а он все равно видел аллегорию. И, конечно же, любовь к постоянным аллегориям, рано или поздно куда-то может увезти, видеть аллегорию там, где ее нет, просто не надо и будет все нормально. Да. А это другая тема, не моя. Я не буду вам рассказывать об этом. Хорошо. Слава Богу. Пойдем дальше. Пойдем дальше. После смерти Септимия Севера долгое время христиане в принципе чувствовали себя в относительном мире и в относительном спокойствии. После него было еще несколько императоров, которые правили очень короткое время, незначительными были людьми в истории. Одним известным человеком, который пришел потом как император, был Александр Север. Александр Север. А тот был такой универсалист. Знаете, ему нравились все пути к Богу. Ему нравились все религии. У него даже было такое капище, где стояли статую различных божеств. Причем он брал не только греческих и римских богов. Допустим, завоевывали какой-то народ. Он брал идолов того народа и тоже мог поставить у себя в капище. Он нормально относился и к Иисусу. Его окружали христиане, ему говорили о Христе. Если я не ошибаюсь, у него жена была христианкой. Я точно не помню, не хочу сочинять. И он как бы нормально относился к Иисусу и даже поставил у себя в капище изображение еврея со свитками Торы. Как бы подразумевая, что это Иисус. Еще один бог. Но он никогда, конечно, не был христианином сто процентов и он никогда не считал Иисуса богом. Он взял просто, ну, творцом неба и земли я имею ввиду, единственным. Он взял, просто поставил его изображение как одно из и как бы достаточно лояльно относился к христианам. Интересно, что он на стенах своего дворца большими буквами сказал написать, это сделали стих из Луки 6 глава 31 стих. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ним. Представьте себе. Вообще удивительно, Господь иногда действует, конечно. Я понимаю, что тот человек христианства ничего не имел, но даже на стенах своего дворца так или иначе проповедовал. Бог вообще, знаете, мне нравится наш Господь. У него есть определенное чувство юмора. Вы слышали, да, о Вольтере? Его считают философом, но на самом деле он не философ, потому что он не подходит под название философа. Он был помфлетист, он высмеивал церковь католическую, на Господа даже иногда как бы он считал себя верующим человеком, но это не то, что мы подразумеваем, когда говорим верующий человек. На Господа замахивался, и однажды он сказал такую вещь. Через сто лет буквально Библию можно найти будет только в антикварных магазинах или в ломбардах, она будет пылиться где-то на нижних полках. Знаете, не исполнилось его пророчество, но знаете, что интересно, примерно так же где-то после его смерти, через какое-то время библейское общество в его доме на его печатном станке начало печатать Библию. Это настолько показательно, знаете, Господь постыжает своих врагов, правда же? Слава Богу. Хорошо. Интересно, что при Александре Севере стали появляться первые такие значимые богослужебные здания. То есть, христиане стали себя чувствовать свободно, и они стали строить молитвенные дома, то, что мы сегодня называем молитвенные дома, здания для собраний богослужебных. До этого в некоторых, не во всех церквях, но в некоторых церквях, в большинстве, наверное, пресвятера, диаконы, кроме того, что они служили в церкви, они еще имели какую-то работу. Полностью на обеспечении церкви были миссионеры, которые только темой занимались, что передвигались, проповедовали Евангелие, ну, как бы утверждали церкви и так далее. Или, может быть, епископы, надзирающиеся за многими церквями. В это же время христиане стали брать служителей как бы на полное служение уже. То есть, было построено богослужебное здание, христиане смогли содержать служителей и их брали на церковную службу полностью оплачиваемую. Хорошо. И к этому моменту, когда появились богослужебные здания, появилась такая тенденция у некоторых пресвяторов, епископов, знаете, что делать? Пышно украшать их и стараться обряды тоже делать пышными. Они думали, что таким образом они привлекут людей из язычества, чьи обряды были пышными. Достаточно это было одним из моментов, что привлекало в язычестве. Красиво, праздник, кому не хочется праздника? Душа развернулась, опять свернулась, да? Красота просто. И какие-то моменты на самом деле стали похожи на языческие в обрядах. Вообще красота такое страшное слово, да? Интересно, вот как традиция также говорит, как Русь выбирала христианство, Там же, ну, ислам хорошо, многоженство здорово, пить нельзя, эх, пить нельзя, нет, там еще что-то не подошло. А потом христианство, и надо же выбирать из западного и восточного, да? И послали и туда, и туда, как бы послов. И с запада пришли, ну, на западе, что там, костелы, да? Ну, как там? Ну, нормально, неплохо. А те, которые были в Константиново, вернулись с Византии, говорят, слушай, мы в храмы зашли, как будто на небе побывали. Все в золоте, ангелы нарисовали, так красиво. А, красиво, давайте выберем, короче, православие византийское. Ужасно, что такие вещи влияют на то, что, на то, во что верить, да? Что выбирать. Хорошо, слава Богу. Пойдем дальше. И в 235 году Александр Север был убит, против него был заговор, он был убит, и его престол именно захватил человек по имени Максимин. Максимин. И этот человек занял очень высокое положение, конечно же, обладал властью, коварный человек, и сразу же он обрушился гонениями на христиан, причем начал со знатных христиан, именно, с людей, с людей, которые занимали какие-то серьезные должности и были при этом христианами. Он дошел до того, что отдал приказ сжигать молитвенные дома, которые строили христиане, и попытался обезглавить церковь, значит, ссылая или уничтожая высший слой служителей. Через время, через три года, недолго он правил, через три года, в 38-м году, он сам был убит, и вместо него пришел еще один император, гордиан, потом его сменил Филипп, то есть, особо нечего говорить об этих императорах, единственное, что можно сказать, в их время опять было относительное спокойствие в жизни христиан, христиан не трогали и не гнали. Вы видите, что вот так вот, да, вот было, приходил более-менее добрый, сочувствующий, потом злой, сочувствующий злой, сочувствующий злой, короче, уснуть в церкви все равно не давали. Уже церковь потихонечку начала плешивить, скажем так, язычество под различными формами, проникать в церковь, но тем не менее, еще церковь занимала такие достойные, слава Богу, позиции. Хорошо, давайте мы пойдем на перерыв, и после перерыва вернемся, и последний урок будет, да? Хорошо, слава Иисусу!